В поисковых системах жители региона ежемесячно делают около 9,5 тысяч запросов на тему остеохондроз, около 2 тысяч запросов по грыжам и протрузиям позвоночника и более 3 тысяч запросов на тему боли в спине. Всемирная организация здравоохранения из заболеваний, которые больше всего осложняют качество жизни, на первое место поставила боли в спине, а на четвертое – боли в шее. Вот, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора на ближайшие 30 минут. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, Ольга Зацепина, врач-травматолог-ортопед ортопед ортопедического отделения номер 2 Самарской больницы Середовина. Здравствуйте! Мы сегодня работаем в прямом эфире. Ольга Сергеевна ждет не только моих вопросов, но и ваших. Здесь, в этой студии, по телефону 202-11-22. Не упускайте такую возможность получить консультацию, не выходя из дома. Итак, мы перед эфиром с Ольгой Сергеевной говорили о том, что нет такой специальности вертебролог. И тем не менее, вот меня очень заинтересовало, что это за наука такая вертебрология. Тогда, может быть, мы как-то на пальцах вот сейчас так объясним нашим зрителям, откуда это взялось, и тем самым обозначим вашу сферу профессиональную. Да, действительно, вертебрология как специальность официальной номенклатуры нет такой в России. Это относится все к травматологии ортопедии, и это название именно конкретизирует, что чем занимается конкретный травматолог-ортопед. Вот именно в нашем отделении ортопедии номер 2 больницы Середовина мы занимаемся проблемами позвоночника. Это заболевания, травмы, врожденные деформации, приобретенные деформации, последствия инфекционных заболеваний и травм. То есть все, что касается позвоночника как единого органа, этим всем вопросом занимаемся мы, врачи. То есть мы сегодня не спрашиваем вас про болезни, что болят колени, болят руки. Мы говорим сегодня про боли в позвоночнике. Да, мы говорим про боли в позвоночнике, но часто бывает такое, что коллеги, которые занимаются, травматологи-ортопеды, которые занимаются суставами, перенаправляют к нам, пациентов, изначально обратившиеся с болями в коленях. Такое тоже бывает. Да, потому что позвоночник – осевой орган в нашем теле, и все боли, которые на периферии возникают, также могут быть связаны изначально с проблемой позвоночника. Вот знаете, Ольга Сергеевна, мы еще не начали почти разговор, а у нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Богачева Елена Тюзенавьевна. Я в своем из Ториати. Я узнала, что моя любимая доктор Ольга Сергеевна застряла на сегодняшний студии. Я хочу поблагодарить ее от всей души, потому что она сделала чудо. У меня так болелось и на всю жизнь. Я не буду говорить о своих диагнозах. Я скажу так. Вот если человек, наверное, попал в ад, его придаст в талгу, и залегут костер под ним. Вот потому что не надо было раздвигать костер. У меня просто можно было привязать в талгу и доставить постоять минуты 15, 20. И я буду мать боли. Но мне пошутли раздвигать костер-классер в клинику Селегавина. Но костер-классер сделала мне операцию. И я теперь живу. Вы знаете, позаможник, это уже, ну, в том жизни было так страшно, что я только вместе говорили, что за раздвиги меня войти. Но я, конкретно, нашла слова, в которых я подъедила. Я не подъедила. И не взяла. Вы знаете, вот после операции такой, надо вставать на ней только через живот. Три месяца нельзя садиться. Даже в туалет. Так вот только если кем-то своих пациентов поднимает. Она, эта хрупкая женщина, помогает сниматься тем, кто в два раза больше ее. Насколько она сильная, мудрая, грамотный специалист. Елена, Елена, то есть вы сейчас себя чувствуете хорошо, я правильно поняла? Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, ваш звонок фактически задал настроение сегодняшней нашей программе. Мы очень любим, когда нам звонят бывшие пациенты, докторов и благодарят. Это на самом деле очень приятно. И я за Ольгу Сергеевну уже тут. Спасибо большое. Спасибо большое вам за звонок, да. И будьте здоровы. Благодарим, Елена, всего вам доброго, вам здоровья. Всего хорошего вам, Елена, спасибо. Вот так вот, неожиданное начало нашей сегодняшней программы. Ну, по крайней мере, вот, судя по звонку, мы поняли, что боль, связанная с каким-либо заболеванием позвоночника, это просто жуткая боль. И это, ну, скажем так, никакое качество жизни. Так вот, выражение «болит спина» знакомо, ну, многим, чего уж греха таить. Но для нас это означает просто боль. А что это словосочетание означает для врача? Болит спина. Вот я прихожу к вам и говорю, доктор, у меня болит спина. Ну, во-первых, это такой общий симптом и комплекс, из которого наша задача вычленить, да, понять, о чём говорит пациент. Это может быть просто дискомфорт в области поясницы. Очень часто пациенты этим словом «спина» называют любой отдел, и грудной, и отдел позвоночника, и поясничный, и шейный. Даже головные боли они могут так вот интерпретировать. Наша задача — понять первопричину, то есть с чем это связано. Это хроническая какая-то боль, которая периодически даёт о себе знать и, как вы говорите, снижает качество жизни. Либо это остро возникшая ситуация, которая вот раньше никогда не давала о себе знать, и вдруг что-то случилось. То есть мы проводим опрос, осмотр, подключаем дополнительные методы исследования, МРТ, КТ, электромиографию, чтобы всё-таки добиться истины, что же там такое в позвоночнике случилось, что не даёт человеку жить. Предстоит разбираться и разбираться с этим. Давайте ещё один звонок послушаем. Алло, здрасте. Так, нет звонка, да, у нас правильно я поняла. Перезванивайте, пожалуйста, время ещё есть. Скажите, а вот по охотке человека вы можете что-то уже сказать? Да, действительно, это тоже такой очень важный фактор, когда человек, пациент заходит в кабинет врача, идёт, можно уже предположить, о чём он сейчас начнёт говорить. Безусловно, к нам приходят пациенты, ну, как мы называем, коморбидные, то есть с многими факторами проблемными, да, иногда с первого взгляда и не поймёшь. Бывает, прям удивляют. Вроде сейчас думаешь, скажут, я вот там еле на ногу наступаю, он мне про шею начинает говорить. Ну, бывает и такое. А так, вообще, да, по походке тоже много можно сказать. Так, я хочу уточнить, есть звонок у нас или есть, да? Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос к доктору. Мне 75 лет. У меня на медицинском зоне горды. Я понимаю, что деформацию, то, что деформировалось, уже не справить. Ну, хотя бы приостановить, можно упражнениями, я не знаю, лекарствам, ну, какие-то есть, я не знаю, способы или что-то. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вдовий горб, как выразилось, вот, наши... Как говорят, в народе. В народе, да. Это такой вот образ абсолютно народный. Это действительно связано с деформацией верхнегрудного отдела, когда в процессе нашей жизнедеятельности шейный отдел увеличивается изгиб в шейном отделе, так называемый лордоз, а в грудном отделе, наоборот, начинает увеличиваться кифоз. И на этой высоте мягкими тканями еще плюсом добавляется вот этот вот изгиб. Получается такой достаточно, у некоторых даже, выраженная деформация. Ну, что можно посоветовать? Конечно, нужно начинать с обследования с рентгена, посмотреть, насколько выражена и насколько вообще подвержена мобильности грудной и шейный отдел позвоночника. Потому что если ситуация такая, ну, застарелая, суставы деформированные, ведь у каждого позвонка по два сустава. Суставы деформированные и подвижности практически нету, но исправить как-либо эту деформацию самостоятельно уже не представляется возможным. То есть в арсенале у пациента остается ЛФК, лечебная физкультура, чтобы добиться хотя бы в дальнейшем правильной, про правильную осанку уже, конечно, мы не говорим, но правильного положения, воспитать правильные жизнедеятельности. То есть правильно сидим ровненько, там, не полулежа-полусидя, опираясь на эту часть позвоночника, как раз-таки это и вредно. Массаж, местное, да, воздействие на эту область, тот же самый лимфодренажной техники, потому что там также есть подкозжировые отложения, которые тоже формируют вот этот вот вдовий горб. Ну, вот так как-то. Ну, Ольга Сергеевна, правильно я вас поняла, что сегодня ведь часто доктора говорят пациентам, ну, а что вы хотите, вот у вас уже такой возраст, уже, ну, собственно, все. А наша зрительница, она готова, видимо, действовать. Молодец, да. И ей, да, и ей все-таки нужно это сделать, да, заниматься этим вопросом. Да, основной будет, основное мероприятие, которое она сможет провести, вот, ЛФК, массаж, самомассаж. Сейчас очень много приспособлений для этого продается. А как это может, если не заниматься этим вопросом, что может быть дальше? Он чисто косметического характера, это, как бы, деформация. Но этот человек все равно уже начинает смотреть в землю и... Тут немножко не от этого. Изначально, то есть, нарушена была осанка, нарушено было положение позвоночника, которое уже привело вот к этому косметическому дефекту, про который спрашивают слушательницы. То есть, ну, по-хорошему надо разбираться. Я поэтому говорю, что нужно начинать с обследования, сделать рентген хотя бы, первичное обследование, скрининговое, и уже отталкиваться от этого. Я думаю, что эта проблема такая распространенная достаточно. Это распространенные проблемы, да, потому что связано с нашим... с нашей жизнью современной, с нашими гаджетами, с нашими рабочими местами за компьютером. Хорошее дело гаджетом не назовут, да. Я напомню, если кто-то опоздал к началу программы, сообщу вам, что сегодня у нас в студии Ольга Зацепина, врач-травматолог-ортопед больницы Середавина. Мы сегодня говорим про заболевание позвоночника. И вот с учетом того, что с проблемами позвоночника сталкиваются, ну, практически каждые четверо из пяти, что мы делаем не так, что человечество делает не так, почему нас этот недуг одолел. Такой сложный вопрос. Почему у нас у всех болят спины? Скорее, не то, что мы делаем что-то не так, а, возможно, мы просто что-то не имеем возможности делать так. Ну, если мы возьмем среднестатистического офисного работника, который по 8-10 часов сидит за компьютером, за компьютерным столом, в таком цейкноте, что ему срочно надо выдать какой-то документ, он не будет, я думаю, думать о том, что вот прошло там 40 минут, мне сейчас надо сделать перерыв, тут быстренько... Физкультуру, тут для шеи, там какие-то упражнения. Да, как раньше, производственная, да, зарядка была. Да, хорошее было дело. Да, абсолютно верно. Он об этом не будет, конечно, думать, а зря. Об этом надо всегда подумать, наладить свое рабочее место, компьютер и монитор должен быть на определенной высоте, стул, соответственно, отрегулировать относительно поверхности стола и делать перерывы. Самое опасное, неприятное, точнее говоря, для суставов позвоночника и, в принципе, для позвоночника органа это монотонные, однотонные статические нагрузки. Вода камень точит, если капелька в одно место будет попадать, там образуется, в камне даже углубление. То же самое с суставами позвоночника. Если однотонная, монотонная нагрузка изо дня в день будет преобладать, в конечном итоге это все приведет к заболеванию сустава. И сразу же, раз вы заговорили про нагрузки, про другую крайность спрошу. Очень многие сегодня в спортивных залах занимаются с тяжелыми весами. Есть ли такой вариант, что люди себя тоже сами калечат тем самым? Есть такой вариант. Сами по себе тяжелые веса – это неплохо, это не вред, это не противопоказание, если у вас нет каких-то уже точно выявленных, да, хронических, опасных, там, ситуаций с позвоночником. Просто не грамотность обращения. То есть нету, если рядом какого-то грамотного тренера, который построит тренировочный процесс от и до, с обычного элементарного ОФП до вот этих вот как раз-таки нагрузок с весами, с свободными даже весами, то, конечно, придя в зал тот же самый вот наш офисный работник, просидя 8 часов за компьютером, схватит эту там штангу или гантелю, поднимет ее пару раз, и да, действительно, завтра он придет ко мне и скажет, что у меня болит спина, вот вы мне посоветовали заниматься физкультурой. Ну, конечно, нет. Это должно быть, во-первых, систематически. Систематические занятия в зале, в тренажерном, ну, плавание, пожалуйста, можно ходить просто плавать, но раз там два-три раза в неделю набрать определенный тонус мышечного корсета своего и присоединять дальше в тренажерный зал, если нет возможности все совмещать сразу. То есть самостоятельно мало кто может составить себе план тренировочный, поэтому мы вот тоже, врачи, ищем грамотных тренеров, чтобы куда-то кого-то советовать. С какими проблемами чаще всего приходится вам работать? С чем обращаются люди? У нас в отделении оперативная активность высокая, у нас травма, сразу приезжают к нам, мы оперируем. Последствия этой травмы, а если кто-то приходит на прием амбулаторный к нам, ну, это, конечно, в основном дегенеративные заболевания позвоночника, боли в спине, в шее. Но бывает, конечно, много случаев и последствий травм. То есть это уже возрастные люди, когда не было возможности, так скажем, раньше вовремя диагностировать или не было таких технологий прооперировать вовремя позвоночник, то они приходят уже с последствиями, и мы с ними как-то боремся. У всех на слуху термин остеохондроз. И люди далекие от миницины, бабушки даже его часто называют острый хондроз. Но что это на самом деле? Это тоже общее обобщенное название. Симптомы комплексов, которые входят и грыжа диска, и протрузии, и артроз суставов межпозвонковых, лигоментоз. То есть такое вот общее название, как вначале было сказано, боли в спине. Вот. Собирательный такой диагноз. Ну, сам по себе он, можно сказать, ни о чём не говорит. Нужно всегда в конкретном случае определить, что является из этого комплекса, именно беспокой человека. И ещё есть такое понятие, которое иногда произносят почему-то шёпотом и с таким загадочным видом. Я говорю про атлант. Что такое атлант, и почему его считают залогом здоровья позвоночника? И так ли это? Это латинское название первого шейного позвонка. Первое — это сверху. Да. Сразу после черепа, который идёт у нас. Самый первый шейный позвонок, он связан очень прочно именно с черепом и специальным суставом. Связан со вторым шейным позвонком. И именно это вот такое строение особенное позволяет нам одновременно ориентироваться в пространстве, то есть вращать головой. И кровообращение очень тесно взаимодействует именно с этим в этом регионе. Позвоночная артерия тоже. Артерия, которая несёт кровь к зрительным нервам, тоже проходит в этом регионе. И если там возникают какие-то проблемы, в конечном итоге это будет всё отражаться на кровообращении головного мозга. Поэтому, так как головной мозг у нас самый важный орган, то все проблемы с ним связаны постоянно. Всегда человека как-то пугают, и все сразу пытаются найти какую-то серьёзную причину и бегут к доктору. Ну просто там такой регион, что получается симптомов очень много. И часто пациенты ходят кругами от невролога, терапевта, кардиолога, некоторые даже к пульмонологу ходят. И очень долго большой путь проходят они. Ну, слава богу, чаще всего приходят к нам в итоге. Сейчас доктора смежных специальностей уже знают, что мы занимаемся этой проблемой. Поэтому звонят и перенаправляют к нам пациентов. Давайте мы сейчас на минуту покинем в студию, узнаем, что произошло в здравоохранении Самары и России за ту неделю, что мы не виделись. Затем вернёмся и продолжим разговор. Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли иммунизацию от пневмококовой инфекции. В первую очередь вакцинируются призывники и жители старше 60 лет. Всего в этом году планируют привить более 83 тысяч человек. Врачи проекта «Забота рядом» посетили Октябрьск. Приём провели кардиолог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог и уролог, а также врачи-фстезиатры. Всего помощь получили около 80 жителей. В Ставропольском районе возводят 4 объекта первичного звена здравоохранения. Один из них – врачебная амбулатория в посёлке Приморский. Модульные здания врачебных амбулаторий оснастят новым оборудованием. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений. Мобильный медицинский комплекс Чапаевской центральной районной больницы активно используется в период прививочной кампании. Он выезжает на промышленные предприятия и организации города. От гриппа и пневмокока вакцинируется целыми коллективами прямо на рабочих местах. Российские учёные предложили новый подход к диагностике эпилепсии. Он основан на использовании каскадной системы, которая объединяет искусственный интеллект и экспертные знания о физиологии. Данный метод позволит повысить точность обнаружения эпилептических приступов на электроэнцефалограммах. Итак, мы снова в студии. У нас сегодня в гостях Ольга Зацепина, врач-травматолог-ортопед. Есть ещё совсем немножечко уже времени. Можно к нам ещё позвонить, попытаться. 202-11-22. А мы сейчас перед сюжетом говорили как раз с вами про шейный отдел позвоночника. И вот многие ведь глубоко убеждены в том, что это тот отдел, который не лечится и не оперируется, потому что это очень опасно. Ну, да, это обывательское мнение. Очень много операций существует на шейном отделе позвоночника и лечится. Он также, можно сказать, прекрасен. Это долгий процесс, трудно достичь ремиссию, но этим нужно заниматься. Да, есть методы лечения, способы, операции. Просто всё нужно делать вовремя и по показаниям, когда есть ещё шанс что-то спасти. Если я не ошибаюсь, в вашем отделении в год выполняется более 750 операций. Вот насколько быстро идёт прогресс в вашей области и делаются ли операции, которые действительно уникальны, высокотехнологичны? Как сегодня идёт лечение пациентов с вашей специализацией? Ну, операция на позвоночнике вообще является самыми высокотехнологичными операциями, потому что мы в своей операционной используем непосредственно визуализацию, там, КТ, рентгенаппараты. И технологии самих имплантов, они стоят на месте, они постоянно совершенствуются. Мы в своём отделении следим за новшествами и их стараемся всегда применять, если считаем, что это необходимо. Сейчас очень много различных методов операции, когда им позволяет человеку быстро вернуться в строй. Слушательница, которая звонила вначале, говорила о том, что три месяца нельзя сидеть. Да, действительно, есть такие операции, они были и останутся. Но есть такие амбулаторные одного дня, допустим, вертебропластика, да, там, когда закачивается цемент в позвонок по определённым показаниям, там, перелом, допустим, позвоночника, то на следующий день мы можем отпустить человека домой. То есть это вот такая высокотехнологичная операция. Вот. Ну и в лечении консервативном мы тоже не стоим на месте. Вот. Верхний шейный отдел разрабатываем постоянно новые какие-то методики, комплексы совместно с докторами смежных специальностей. Стараемся вернуть как можно скорее человека в строй. То есть пациенты, которые лежат у вас, не обязательно подверглись хирургическому лечению? Нет, у нас есть определённое количество коек для консервативного лечения пациентов с теми же самыми остеохондрозом, болями в спине. Какая операция самая сложная из тех, что делают в вашем отделении? Ну, сложно так сказать. Да, наверное, сложный вопрос. Не бывает простых операций. Они все, даже если ты делаешь изо дня в день одну и ту же манипуляцию, сказать, что это просто, я сейчас это сделаю очень легко, так нельзя сказать, потому что каждая операция, она уникальна. И в какой-то определённый момент, выполняя, можно сказать, на автомате какую-то манипуляцию, ты ловишь себя на мысли, что вот, а в прошлый раз это было по-другому. Ну, и сейчас вот как-то так себя сам там чему-то учишь. Поэтому сложность обычно пациенты, обычно пациенты у нас так говорят между там друг другом в палате после операции, да что там у тебя за операция, завтра домой пойдёшь, а мне вот там три месяца сидеть нельзя. Вот, а для нас, ну, они все сложные, особенные, ну, сложно, так сказать, нельзя. Что вы скажете тем, кто при начавшихся болях в спине сразу спешит сделать, например, МРТ или КТ? Вот правильно ли это сделать, потом идти к доктору или как грамотнее? Нет, я вот хотела бы сказать от лица всех своих коллег, пожалуйста, сначала обратитесь к доктору и спросите у него, что мне нужно вам в следующий раз принести, какое обследование, потому что зачастую бывает так, что человек подумал, он услышал, а кто-то ему посоветовал, а я вот знаю, что у моего соседа, и приносит им МРТ, допустим, а у него перелом оказывается в итоге. Мы просим сделать компьютерную томографию, это всё опять затягивает время, это всё нужно ждать. А если это платная какая-то основа обследования, это тоже дискомфортно для пациента. Он сначала на МРТ денег отдал, теперь я прошу вот его КТ опять. Да. Поэтому своим вот нашим пациентам, которые у нас уже давно наблюдаются, они знают, что если у них что-то новое появилось в позвоночнике, они сначала нам звонят, они к нам идут, спрашивают, а что мне лучше принести? Мы уже говорим. Ведь бывает такое, что достаточно простого рентгена, скринингового обследования, и не надо ходить долго в очередь ждать какого-то сложного исследования. Ну и совсем уже завершая наш сегодняшний разговор, может быть, вы всё-таки дадите несколько советов для того, чтобы как-то уберечь себя от болезней позвоночника. То, что в наших силах. Ну, в наших силах, да, действительно нужно себя оберегать от болезней позвоночника, делать профилактику. Всегда проще предотвратить болезнь. Нужно вспомнить о балансе. Если у вас, допустим, сидячая офисная работа, нужно добавить физкультуру какой-то в жизнь. Ну, в общем-то, вот мы вынуждены уже сейчас попрощаться с Ольгой Сергеевной, но всё здоровье всё равно отчасти в ваших руках. Спасибо, что были с нами эти 30 минут. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин